Так, чё у нас тут, ну-ка, кек тебе в другой спуск. Хе-хе, и вот этот вот смайлик, да? Хе-хе, ну, ну смешно, да? Нет. Е-хе-хе-хе-хей, всем здоровеньки, пузачки! С вами Бурундук, добро пожаловать на наш лайф-канал, и мы с вами продолжаем наши пузатые приключения. Начинаю я сегодняшнюю серию ночью, почему, не знаю. Наверное, потому что сейчас ночь, да. Но, впрочем, это, ребятки, не важно. Ну чё, сегодня у нас девятнадцатая, уже скоро будет следующая серия, юбилейная, да, двадцатая, ребятки. И сегодня у нас какая серия? Сегодня у нас интересная, ребятки, серия. Которую мы начинаем прямо сейчас. И, ребятки, чё мы сегодня будем делать? Сначала я вам покажу, чё я тут без съёмочки сделал. В принципе, у меня тут немало изменений. Ну, а затем мы постараемся, друзья, вызволить нашу Зуньку из фейкового мира в наш мир, да. Я хочу, чтобы она со своими братишками уже поскорее встретилась. И, кстати, друзья, вы мне в комментариях написали, что дракошек можно садить. Спасибо вам за это большое, я этого не знал. Их вот так вот косточкой можно поднимать и садить. Это клёво, это очень прикольно. Я этого не знал, спасибо, ребятки. Пишите какие-нибудь свои интересные идейки, которые я не использую как-то в сериях. И которые вы считаете, что нужны мне. Пишите их обязательно, чё-нибудь интересное. Я пытаюсь, ребятки, комментов очень много. И спасибо вам за комментарии, за все лосики. Но я пытаюсь читать по максимуму. По максимуму и брать всё по максимуму. Да, ну что, ребят, вы заметили, наверное, что стеночку? Стеночку, да, я вот здесь приподнял. Там ещё не доделал, поэтому показывать не буду. Но вот здесь, смотрите, смотрится довольно прикольно. Заборчик ещё не провёл, как бы не успел я. Времени нету, да и ресурсы надо добывать. Это первое, что я вам хотел показать. Сейчас пойду вот сюда в дерево. Ух ты, тут прыгает цевинюха. Опять ты ко мне за морковкой. Ну на, держи. Всё, довольная? Надеюсь, что да. Он как на меня смотрит. А наша неугомонная курица всё там крутится. Мне кажется, она уже сошла с ума. Так, всё, я потихоньку пошёл, всё. Итак, ребятки, что я сделал? Я сделал вот эту кладовую такую. Ну или как это назвать, я даже не знаю. В общем, вот эту маленькую такую комнатку в дереве я её обустроил. И довольно прикольно. Здесь много шкафчиков. То есть здесь много чего можно будет хранить. И она получилась уютненькой. Я не знаю, друзья, может сюда кроватку поставить за место сундучков. Типа, чтобы какой-то такой штабик был. Можно было переночевать тут. Не знаю, стоит ли так делать или нет. Подпишите, в общем, в комментах. Но мне, в принципе, нравится фонарик. Сюда повешал картинку с цветочками. Тут рамку точнее. И, в принципе, клёво, прикольное. Так что идём дальше. Ну а сейчас в буронзучатке я вам покажу самое клёвое. Самое клёвое, что я додел за эти выходные. Зубастик. Привет, Косточку. Будешь ли ты косточки не ешь? Он косточки не ест. Он же особенный пёс у нас. Умный ядрён его батон. Он ещё и волк, кстати, а не пёс. Ну ты два в одном, да? Мне кажется, да, он согласен с этим. Итак, ребятки, компьютерную комнату. Я вам уже вторую серию обещал её сделать. Но там, вы знаете, там Зунька меня скинула. Мне вообще не получилось у меня никак её доделать. Потому что я был в фейковом мире. И теперь, смотрите, хоп, мы сюда входим. И тадам. Вот что я тут сделал. Я вот по вашим даже просьбам вот здесь телевизор поставил. Такой телевизор, да. Затем, смотрите, вот здесь у нас радио. Здесь цветочек, как обещал. И как бы здесь вот такие прутья я решил поставить. Они как игровая комната, по-моему, они здесь прикольно смотрятся. Здесь у меня шкафчики. Шкафчики я решил, типа, для каких-нибудь киношек, игр, почему нет. Ну как бы не серьёзно, конечно, для игр. Но я буду думать, что для игр. Всё, я фантазёр. Ну и, конечно же, само рабочее место такое. Вот, компьютерик, всё, принтер. Принтером я ещё картридж не делал, ничего не делал. Поэтому пользоваться сегодня не будем, ребятки. Другие дела у нас есть. Мусорку поставил и, в общем, всё круто. В общем, всё круто, можно вот так вот посидеть, поиграть в компьютерик. По-моему, всё прикольно выглядит, интересно, так и мне нравится. Мне нравятся вообще все наши комнаты, которые мы с вами сделали. Такую полочку я сюда прикольненькую сделал тоже. И дом у нас реально крутой. Крутой такой, вроде, знаете, со стороны так заходишь. Он такой обычный, да, такой вот входит, как бы неприметный, что ли. А если посмотреть внутри, то там, ух, там много чего можно найти. Ну, чё, сейчас мы пойдём возволять Зуньку. Правда, не знаю, как я это сделаю. Вы там в комментариях писали свои догадки, о которых я попозже скажу. А сейчас, друзья, у меня какая пришла идея. У меня, как вы знаете, вот здесь куча сундуков, в которых хранятся практически все мои вещи. У меня есть ещё одни потайные такие сундучки, о которых даже вы не знаете. Да, это вот так вот, я там камушки храню. Потом вам покажу, где они находятся. И, ребятки, у меня предложение такое. Мы с вами прям вот здесь построим магазинчик. Такой большой, можно сказать, магазинчик. Вот где-то вот так, вот так мы его построим, такую лавку. И запихнём сюда все сундуки. Да, я хочу именно, чтобы у меня в магазинчике были все мои сундуки. Не в доме, а в магазинчике. Вот такой вот я странный, но эта идейка мне нравится. Почему бы и нет? Как бы я с сундуками вот вообще очень сильно привык, что они у меня здесь находятся. Но мне не нравится, что они вот так вот, так скажем, портят мою территорию, что ли, некрасиво. Поэтому надо сделать что-нибудь такое прикольное. И магазинчик, это, по-моему, клёвая идея. Ну, пишите в комментариях, может, не магазинчик, может, что-то другое здесь сделать. В общем, пишите, всё учту. Но сейчас мы отправляемся в фейковый мир, друзья. Ребятки, я немного от догадок ваших тут вот сейчас закину. Смотрите, вы писали, что можно сесть на зуню, подойти к порталу и нажать зубиком акулы на портал. Вот, ну и второй вариант, попробуй зубом акулы опять же позайти в портал или попробуй накормить его ими. Накормить дракона зубом акулы. Мне кажется, это вряд ли получится. И всё же мы с вами спускаемся и отправляемся в наш фейковый мир. Всё, мы здесь, это просто отлично. Я немножко покушаю. И чё, ребятки, мы с вами отправимся, отправимся наверх нашей зуньки. Оленёнки у меня всегда с собой, поэтому всё круто. Ух ты, это чё такое? Это книжечка, это книжечка, ребятки. Так, 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 читаем быстренько, читаем. Ты должен вернуться в подводный тоннель. Дракона вернуть на столбе лишь в апрель. Это чё за стишки? И буква, друзья, буква Б. Запоминайте, запоминайте. И все эти буквы составляйте. Кто-то, кстати, писал, что, возможно, если собрать всё слово, получится бурундук. Но ему же ниже в комментариях написали, что уже есть буква Ё. Поэтому бурундук как-то не получается. Жалко. Жалко у пчёлки. А мы, ребятки, с вами ещё раз хочу я прочитать эту книжечку. Ты должен вернуться в подводный тоннель. Дракона вернуть на столбе лишь в апрель. Я немножко нифига не понимаю. Я только понял, что мне нужно вернуться в подводный тоннель. А подводный тоннель, ну, это вот в предыдущей серии, где мы были, наверное. Я отсюда не вижу Зуньку, поэтому, ребятки, я тогда беру оленёнка и... Так, я, я... Буква Б. Надо запомнить эту букву. Я сохраню эту книжечку. Ребятки, надеюсь, что вы все буквы помните. Для начала я вообще хочу Зуньку увидеть, где она там, вон она. Фух, я уж думал, она тут это как-то спряталась от меня маленько, не видно её. С ней всё хорошо, поэтому пусть она здесь сидит. А мы, ребятки, тогда полетели в тот тоннель. Только вопрос, как я его найду? Зунька, Зунька, может мне стоит тебя взять? Серьёзно, потому что, наверное, всё-таки мне придётся тебя взять. Может быть, ты мне как-то... Хотя я не думаю, что... Я не думаю, что ты меня ещё раз туда отнесёшь, но всё же попробовать можно. Давай тогда всё-таки я на тебе, Зунька, поеду, потому что ты привела меня один раз туда. Я думаю, сможешь привезти ещё раз. Так, 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 сейчас поводочку беру, подожди. Ну что, Зуня, надеюсь, в этот раз всё у нас будет нормально. Давай, погнали, погнали, погнали. У-ху-ху-ху. Офигенно, просто обожаю тебя. Так, ребятки, ну давайте для начала найдём этот подводный тоннель. Ну, а что там ещё было написано? Я хочу ещё разок прочитать. Зунька, а ну-ка, полетай немножко в воздухе. Дракона вернуть на столбе лишь в апрель. Ну, апрель, да, сейчас у нас апрель, но о каком столбе? Или столб, хотя подождите, так, мне главное не потерять, но у меня, по-моему, к порталу-то есть? Ёлки-палки, подождите, так, мне главное вообще не потеряться, у меня даже этого, что-то маркер куда-то пропал. Так, столб я нашёл, давайте мы сейчас спустимся, я поставлю маркер, чтобы я вообще не потерялся, давай, Зонька, вниз летим. Всё, маркер я поставил, и так мне будет поспокойнее. Ну чё, Зонька, может ты меня отвезёшь, она как бы управляется мной, и я нормально всё, в этот раз она слушается меня. И я не знаю, найдём мы ли это, надо придётся мне все пруды тогда рассматривать. Я вообще не помню, где мы были, я знаю, что это не слишком далеко от столба, мы куда-то улетели, она вот здесь где-то кружила, кружила, и где-то меня скинула, где-то скинула. Но пока что мне надо немножко, наверное, пониже спуститься и разглядывать, разглядывать этот туннельчик, который, скажу, я вам не так уж легко будет увидеть. Так, 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 здесь у нас всё пусто, ну-ка, может вон там, нет, там было, там было озерцо, это побольше, мне кажется. Вон, вон на то похоже, ну-ка, давайте вот здесь глянем, нет, здесь вообще хоть и нет, стоп, стоп. Вон, вон там это не оно, нет, ребятки, нет, что-то не похоже. А вон, вон какой-то туннельчик, нет, он был по-другому, выглядел он по-другому. Ну точно я не в большое озеро упал, там было какое-то маленькое, маленькое озеро. О-о-о, может вот здесь в форме какого-то сердечка, да, друзья, да-да-да, всё, мы приземляемся, это оно. Потихоньку приземляемся, и Зунька, я тебя оставлю здесь, так, где моя косточка, всё, вот теперь она не будет бегать, да, ух ты, это клёво. Спасибо, ребятки, что написали по поводу косточки, ну всё, прыгаем, прыгаем скорее туда, я не знаю, зачем нам сюда сказали прийти. И вообще сюда ли нужно было прийти, так, здесь мои камни, которыми я закапывался, поэтому мы копаем вниз. Так, отлично, друзья, и, вау, вау, тут, тут что-то поменялось, какие-то две лестницы, и куда они ведут? Ой-ой-ой, ну-ка, сейчас это с той стороны что такое? С той, вроде, то же самое, по-моему, ну давайте сначала сюда спустимся. Так, чё у нас тут, ну-ка, Кек, тебе в другой спуск. Хе-хе, и вот этот вот смайлик, да? Хе-хе, ну, но смешно, да, нет. Кто, блин, такой шутник? Кто Кек? Кек использует, ну, ну, это только я, в принципе. Ну, кстати, это ещё и Баги использует. Вы мне, кстати, в комментариях писали, что, возможно, Баги тут надо мной прикалывается. Ну, друзья, у меня есть куча таких, знаете, как бы, алиби, так скажем, для Баги, поэтому у меня очень маленькая там вероятность, но, возможно, надо будет и проверить его на это. Ну, окей, мне сказали, что у меня в другой спуск, поэтому мы спускаемся сюда, и вау, ух ты, что это? Что это такое? Что это вообще такое? Чё за, мне это надо добыть? Чё за таблички? Вау, это выглядит красиво. Но для меня остаётся загадкой, типа, почему здесь всё изменилось? Может, мне это надо просто всё собрать? А, эй, таблички не ломаются, представляете? Блин, чё-то вообще странно. Странно и нифига не понятно, но это довольно интересно. Давайте ещё раз книжку прочтём. Ты должен вернуться в подводный тоннель. Я вернулся и вот это здесь обнаружил. Значит, это, наверное, правильно мы всё сделали. Дракона вернуть на столбе лишь в апрель. Лишь в апрель? То есть это нам надо успеть за апрель? Я надеюсь, что за апрель у нас получится. Получится вызволить нашу зуньку лишь в апреле. А почему лишь в апреле? На столбе лишь в апреле. Но это нифига не столб, это не похоже на столб. Друзья, подождите, а чё если кинуть зубик? Зубик, он же там чё-то про зуб говорил. Может, его куда-то надо? Ну-ка, куда-нибудь, нет? Нет, это ничего не ломается. Может, сюда его? Ну-ка. Не, ничего не происходит. А может, на эти блоки, ребятки? Ну-ка, где у меня мои зубики-то? Может, вот на эти радужные блоки? Не, ничего не происходит, ребят. Ребятки, мне прям... Мне только что прям... Ох, вы посмотрите. Посмотрите вот на этот кварц. Посмотрите, вам ничего это не напоминает? Я, конечно, плохо помню. Но на столбе тоже кварц. И в середине, наверху, где сейчас наша зунька, именно вот так. И как вы помните, это не я строил. Я не ломал там ничего. То есть я оставил эту середину. Там было что-то типа яйца такого, где мы зародили. Зародили нашу зуньку и, наверное... Да, это было бы логично, вернуть на столбе лишь в апрель. Возможно, это нам такая подсказка. То есть нам надо, возможно, сделать вот такую конструкцию. Так, здесь надо запомнить. Надо запомнить. Здесь радужный блок. Вот этот дай... Ох, ребят. Это мне надо будет без съемочки тогда, наверное, походить. В принципе, книжный блок у меня есть, песок, душ, по-моему, тоже есть. Железный блок мы, конечно же, сделаем без проблем. Золотой блок, думаю, найду я золото. Четыре таблички, вообще фигня. И вот эти два камушка. Вот этот камушек, это нам надо в фейковом мире, фейковом мире поискать. Давайте я сейчас найду этот камушек и мы узнаем, как он крафтится. Вот, друзья, вот как крафтится этот райнбоу блок. Этот радужный такой блок. Нам нужны девять. Девять вот таких слитков. И я помню, что я их добывал. Так, а вот этот блок, он просто его можно найти. Но, друзья, чтобы его... Нужно шелковое касание? Нужна будет кирка на шелковое касание или нет? Или, по-моему, он так добывается? Я, честно говоря, не помню. Но вот этот райнбоу блок я понял, что нам ладно. Тогда я выдвигаюсь, друзья. Вау, вот это, конечно, интересно. Ничего себе, тут и что-то поменялось. Окей, тогда я выбираюсь отсюда. И сейчас мы с вами пойдем искать радужную руду. Зонька, не рычи. Я капец как много чего узнал. Так, я не вижу, где ты тут? А ну-ка давай, все, полетели. Я надеюсь, что ты скоро увидишься со своими братишками. Так, я запомнил это озерцо небольшое на форме сердечка. Все, Зонька, полетели наверх для начала. Я хочу, ребятки, убедиться в том, что я прав. Что этот кварц такой же. Потому что раз про стол, в принципе, все сходится. И да, посмотрите. Посмотрите, в принципе, столб можно убрать, сейчас будет. И это такой же. Как бы оно здесь продолжается. Но середина прям одинаковая, как вот там на экскизе, так скажем. Вот эти вот ступеньки уже, по-моему, строил я. Но вот это, вот это я, по-моему, даже и не трогал. Честно говоря, конечно, не помню. Но все же, это самая логичная идея, которая мне только приходит. И зуб акулы, я пока что не знаю зачем. Может, его в центр куда-то кинуть надо. Это лишь мои предположения. Ребят, в общем, пишите все в комментариях. Но, по-моему, это круто. Это очень круто, интересно. Я тогда лечу на поиск, на поиск нашей руды. Радужные, ребятки, руды. И вот здесь, вот здесь я добывал, по-моему, одну, насколько я помню. Значит, где-то в инвентаре она у меня должна быть. Но одной мне мало, мне нужно девять. Есть, ребятки, есть. Одну нашел. Вот она, вот она. Так, мы с вами приземляемся потихонечку. Только, а мы, я смогу ее, может, прямо на дракошке добыть? Да, 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 смогу, ребятки. Я добыл. Отлично, есть один слиточек. Просто круто, просто здорово. Но, друзья, это долго. Долго искать придется мне. Ух, друзья, ну что, я, наверное, тогда закончу эту серию. Вот так вот на дракошке, потому что сейчас без съемочки я буду искать. Потому что на съемочку искать это будет долго, да и вам не интересно. Я найду все нужные ресурсы. И уже в следующей юбилейной серии мы вызволим. Я надеюсь, что у нас получится. Вызвали дзуньку. Но выпишите, ребятки, ваши идейки. И не забывайте, чем больше лосиков, тем раньше новая серия. Я как могу снимаю, ребятки. Серии получаются довольно интересными, сложными. Как бы мы монтируем их нарезочкой. Надеюсь, вы это оцениваете. Без этого вот я и не могу клепать каждый день серия. Мне вот очень хочется, честно говоря. Ах, чё, чё это было? Нифига! Вы видели? Кто, блин, кто, блин, покушался на моего дракона? Опять! Что это было только что? Чё за фигня? Дайте мне серию закончить. Это колдуны! Это те колдуны! Вау, 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 вау! Вау! Чё происходит? Да ну их, блин, нафиг! Ух, всё. Вроде улетел от них. Странные какие-то создания. Ну, ребятки, я надеюсь, что вы всё поняли. Ставьте ваши лосики, подписывайтесь на наш основной лайв-канал. И, ребятки, на основном скоро клёвые видосики будут и смешная нарезка, и бурундуч смех. Да, бурундуч смех верну я, верну, никуда он не денется. Ну и всем удачи, пазачки, и до новых встреч. Пока-пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»